Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня среда, 13 сентября. С вами Наталья Кузина. Здравствуйте. Начнём день с улыбки. И пусть хорошее настроение не покинет больше нас. Поговорим о еде. Сегодня в разных странах и на разных континентах отмечаются Международный день шоколада, день шарлоток и осенних пирогов, день арахиса, день закуски с соленьями, день печенья с предсказаниями и день картофельных клёцок. Приготовьте всё это, тем более, если у вас есть дети или внуки. Зовите всех в гости. Ведь сегодня день под названием «Дети захватывают кухню». А вот два праздника, которые взаимно исключают друг друга. Это день парикмахера и день под названием «Лысина – это красиво». Зачем идти в парикмахерскую, если вы лысый и так красиво? А вот ещё интересная парочка событий. День сверхъестественного и день «Бросьте вызов суевериям». А ещё сегодня день йоги в России. А главное, сегодня день позитивного мышления. Вот это хорошо. Это по-нашему. Конечно, жизнь преподносит нам всякие сюрпризы. По-разному бывает. Но унывать не стоит. Позитивное мышление поможет пережить разные испытания. Чего стоят конкретные примеры из нашего исторического календаря. Исторический хронограф. Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 13 сентября, в России отмечается День парикмахера. В разные годы истории 13 сентября происходили следующие события. В 1736 году основан город Челябинск. В 1741 году в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами. 13 сентября 1745 года Петербургской академии наук издан первый географический атлас российский. 13 сентября 1812 года в деревне Фили состоялся военный совет, на котором было принято решение оставить Москву без боя. 13 сентября 1849 года писатель Николай Васильевич Гоголь поселился в Москве. 13 сентября 1929 года английский ученый Александр Флеминг впервые представил общественности свое новое открытие – антимикробный препарат пенициллин. 13 сентября 1965 года в Советском Союзе принято постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. 13 сентября 1993 года по результатам арабо-израильских переговоров было подписано соглашение о признании Израилем палестинской автономии. Специальный репортаж. С вами Наталья Козина. Я продолжаю передачу. Между Ульяновской областью и Республикой Татарстан налажено регулярное водное сообщение. В августе впервые за долгие годы Ульяновск принял метеор, приплывший к нам из Казани. Это начало большой работы по налаживанию водного сообщения. Время затишья или, говоря водным языком, штиля прошло. Мы стоим на Волге и просто обязаны развивать водный пассажирский транспорт. Ведь впереди планы развития культурных, туристических и экономических связей с соседними регионами. Организация водного сообщения между регионами на Волге ведется в рамках проекта «Великий Волжский путь». Программа «Великий Волжский путь» включает в себя несколько направлений – оздоровление Волги и экологии в целом, обновление флота, увеличение инвестиционной и туристической привлекательности территории, реконструкции объектов, транспортной инфраструктуры, увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет туристической отрасли – это задачи национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Все подробности развития речного транспорта мы выяснили у министра Сергея Воронцова. Выгодное географическое положение Ульяновской области, широкое использование водного потенциала нашего региона и формирование современной системы судоходства по Волге – перспективное направление развития, которое, безусловно, способствует общему экономическому росту Ульяновской области, развитию туризма, снижению нагрузки на автомобильные дороги и расходов на содержание транспортной инфраструктуры. По итогам официального визита главы Республики Татарстан возобновлены пассажирские речные перевозки на скоростных судах «Метеор» по маршруту Ульяновск-Казань. А какое расстояние между городами и какое время в пути? Расстояние по воде между городами составляет 217 километров. Время в пути – 4 часа. Первый пробный рейс состоялся 18 августа текущего года. С 25 августа рейсы осуществляются на регулярные ословия силами Акционерного общества «Флот Республики Татарстан» на новом «Метеоре» три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям соответственно. Какое расписание? Отправление из Казани в 8 утра по московскому времени, прибытие в Ульяновск в 13 часов по местному. Отправление из Ульяновска в 14 часов по местному времени и прибытие в Казань соответственно в 17.00 по московскому времени. А стоимость билетов? Стоимость билета на одного взрослого пассажира определена в размере 1500 рублей детского и для участников специальной военной операции в размере 1000 рублей за поездку в одну сторону. Отмечу, что себестоимость перевозки на одного пассажира при загрузке судна порядка 70% составляет 4849 рублей. Кто будет субсидировать поездки? Исходя из достигнутых договоренностей, рейсы будут субсидироваться в равных долях из региональных бюджетов, что позволит сделать пассажирские перевозки речным транспортом более доступными для жителей Ульяновской области. В настоящее время Министерством транспорта Ульяновской области подготовлен проект постановления правительства, регулирующий порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением перевозок скоростными судами. Данный правовой акт сейчас проходит все необходимые этапы согласования и в текущем месяце мы планируем его принять. Рейсы спросом пользуются? Организованный рейс пользуется востребованностью среди населения. Приобретение и бронирование осуществляется в ежедневном режиме. За прошедшие две недели навигации перевезено 429 человек. Учитывая важность и востребованность данного рейса, мы с коллегами из Татарстана продолжаем пассажирские перевозки речным транспортом в текущем году до конца периода навигации. А планы на следующий год? В 2024 году мы в период навигации эти перевозки, соответственно, возобновляем. На сегодняшний день Минтранцам подготовлен расчет объема субсидирования из областного бюджета и направлен на согласование. А до Самары будут ходить метеоры? Расширение маршрутной сети до Самары и Нижнего Новгорода – это еще одно перспективное направление в развитии пассажирских перевозок речным транспортом. На сегодняшний день Минтранцам в ближайшее время запланирован ряд встреч, совещаний с нашими коллегами для дальнейшей проработки вопроса организации перевозок скоростными судами между нашими субъектами в следующем году. Министр транспорта Сергей Воронцов рассказал о развитии речного сообщения по Волге между Ульяновском и Казанью. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Мы продолжаем вас знакомить с успешными ульяновскими НКО – некоммерческими организациями. Их успешность определяется в первую очередь победами в региональных и федеральных конкурсах. Все НКО – социально ориентированные. И эти проекты помогают людям всех возрастов, которые нуждаются в разной социальной помощи и поддержке. При Общественной палате Ульяновской области работает Центр развития НКО, который помогает уже самим некоммерческим организациям правильно оформлять заявки для участия в грантовых конкурсах. Руководитель Центра Аида Додонова напомнит нам полезную информацию. Что такое НКО в современном мире? Это такие организации, которые в качестве основной цели своей деятельности не ставят извлечение прибыли и не распределяют эту полученную прибыль между своими учредителями. Доход, который организация получает, направляется на уставную деятельность самой организации. И некоммерческая организация точно так же может заниматься деятельностью, которая приносит доход. Если говорить об организационно-правовых формах, в которых существует некоммерческий сектор на данный момент, то этих форм сейчас 17. Самые популярные, наверное, среди некоммерческих организаций – это фонды, автономные некоммерческие организации, общественные организации, общественные движения, ассоциации, союзы, учреждения, частные, автономные, бюджетные. Очень часто, когда мы говорим вообще про что такое НКО, а вот что такое ТОС, а что такое ОНО, это все частные случаи НКО. НКО – это все разновидности НКО, которые есть ТОСы, они туда входят. А если говорить про то, сколько некоммерческих организаций на данный момент существует в Ульяновской области, то эта цифра составляет сейчас 2028 некоммерческих организаций. Это данные августа этого года. Братал Минюстеров. Динамика регистрации некоммерческого секта положительная. То есть, если смотреть, например, за те полгода, которые прошли с января, то организаций стало на 34 больше новых, зарегистрировалось за полгода. Из них наибольшее количество – это, ну, не зарегистрировавших, а вообще на данный момент существует, общественных организаций более 800, религиозных организаций более 400 организаций, ТОСов – 362, автономных некоммерческих организаций – 344. То есть, наибольшее количество некоммерческих организаций существует как раз вот в этих форумах в нашем регионе. Аида Додонова, руководитель Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области, рассказала о форумах и количестве ульяновских НКО. А теперь будем слушать Юлию Кувшинову из Димитровграда. Она работает в детском реабилитационном центре «Радуга». Ее проект, сделанный в детской мастерской, стал победителем федерального конкурса фонда президентских грантов. Мастерская, открытая на выигранные средства, пришла с детям по душе. Мастерских в нашем проекте три. Это столярная мастерская, швейная мастерская, кулинарная. В каждой из мастерских ребята не сами работают и только с нашими педагогами, а еще и присутствуют волонтеры-специалисты, добровольцы. Либо это кондитер-кулинар, либо это мастер-корабель-строитель в столярной мастерской, либо в швейной мастерской к швеи. Причем не всегда в профессиональной швеи есть как в профессиональной швеи, а есть люди, у которых это очень хорошее хобби, и они приходят делиться своим мастерством с детьми. Что вам необходимо было для того, чтобы начали работать эти мастерские? То, что у нас случился этот проект, то, что он победил, стало большим шагом для развития мастерских, которые существовали в Радуге, но в таком зачаточном состоянии, скажем так. Потому что у ребят, например, одна самеска на пять человек, которые приходят в столярную мастерскую, у них один набор инструментов столярных, даже не полный. И они делают там какие-то вещи. Один ребенок чуть-чуть постучал, передает второму, третьему. То есть изготовление, конечно, чего-то превращается в достаточно сложный процесс, хотя ребятам это нравится. В кулинарной мастерской у нас было оборудование, наоборот, но там часто нет, чтобы проводить занятия, нужны продукты. И Грант нам дал возможность как раз закупать продукты на воркшопы. И ребята периодически готовят. Плюс еще наш кулинар, она дополняет это от себя, мастер-классами в своей студии, которые безвозмездно делает. В швейной мастерской мы получили швейные машинки, оверлок, наборы ножниц спортновских, ткани, которых у нас тоже не было. В швейной мастерской вообще была ситуация такая, что была лишь одна машинка у педагога. И представляете, дети просто приходили на занятия, им показывали, как на ней шить, но они никогда на ней не шили. То есть сейчас у нас совершенно другая обстановка творческая в мастерских за счет именно проекта. А проект уже работает? Чему вы учите-то детей? Что вот они умеют делать, посетив ваши мастерские? Проект работает у нас с 1 февраля, деятельность началась. Оборудование мы начали получать где-то в марте. И в марте начались практические занятия. В феврале мы готовились, а в марте ребята, которые вот ни разу не шили совсем, они заглядывали только в мастерскую, мы спрашивали, а можно зайти? Мы там пригласили на первое занятие троих ребят из старшей группы, а младшему тоже интересно было, а можно зайти? Можно. И вот у нас сразу же в мастерскую попал мальчик, которому 9 лет. Он никогда не шил ни руками, ни машинкой, ничем. И он сразу же очутился буквально в первое занятие за машинкой. Сначала там научился наметывать, потом все строчить. И он так в этой мастерской и в течение трех месяцев и был 9-летний мальчишка. Причем то, что нам ценно еще, этот мальчишка, он один из самых таких хулиганистых пацанов в Радуге. И в мастерской он перевоплощается совершенно в другого, который не хулиганит, не шалит, он просто увлечен. Он увлечен. Дело ему важно сшить что-то. Прихватку маме он сшил первый раз, потом для бабушки, потом полотенчика. То есть вот такие вот вещи у нас происходят. А в столярной мастерской что мальчишки делают? Мы закупили в столярной мастерской много-много разных инструментов. Начиная со стамесок, отверток, потом более крупные инструменты – это шуруповерт, шлифовальная машинка, электролобник. Потому что ребята начали у нас делать моделек кораблей. А потом мы перешли в конце апреля к строительству настоящей лодки. И мы ее реально построили и реально спустили на воду. То есть это маленькая яхта, можно сказать, двух-трехместная. Ребята сами участвовали в ходовых испытаниях. То есть они с инструктором зашли, попробовали пройтись под парусом, попробовали пройтись на веслах. И так и так походили. Это очень классный проект обучающий, такой детско-взрослый. Вот такие у нас результаты по столярной мастерской. Юлия Михайловна, как вы решились написать проект? Это ведь не так-то просто это сделать для того, чтобы выиграть грант. Ну и скажите все-таки, какую сумму-то вы выиграли? Выиграли мы 581 тысячу рублей. То есть около 600 тысяч. Это был где-то, наверное, пятый проект, который я подавала на грант. Предыдущие пять проектов как? Тоже побеждали? Четыре было поданных проекта, нет, они не победили. Набрали больше 50 баллов, но меньше 60. Там у каждого свой результат. У какого-то 54, у какого-то 58. Но не хватало баллов. Я училась, постоянно повышала свой уровень, потому что понимала, что это все непросто. И нужно разобраться в особенной системе, получить, скажем, навыки проектного мышления. Потому что без этого очень сложно. Грамотно составить заявку. Вы работаете в этом реабилитационном центре «Радуг», да? Да, я работаю воспитателем в реабилитационном центре «Радуг». И поняли, что вот этого не хватает для воспитания детей, которые к вам попадают? Да, потому что, будучи сотрудником НКО «Попечительский совет», проект мы подавали от НКО «Попечительский совет». Как раз и мы видели, что трудового воспитания его не хватает. И вот тоже очень приятно слышать, когда у нас первый этап сейчас по проекту завершился в июле месяце. И я с ребятами просто беседовала, и мне несколько человек сказали, вот прям мальчишки, просто мальчишки 12 лет. Говорят, вы знаете, Юлия Михайловна, главное в этом проекте – это труд для нас. То, что нам становится так интересно работать в мастерских. Просто безумно приятно. И, очевидно, вы как педагог, как воспитатель почувствовали, да, для того, чтобы ребятам было уютно в этом центре, нужно обязательно какое-то дело им предложить. Дело, которым бы они гордились. Да, потому что в каждой мастерской ребенок одерживает маленькую победу. Мы делаем мастер-классы так, чтобы он обязательно видел результат своего труда, чтобы у него обязательно получилось. Потому что вот даже тот 9-летний Вова, он, когда шил эту прихватку, у него где-то были там косые строчки, да, конечно же, она первая. Мы там делали обтачку ленточкой. Он переживал и говорил, ой, Юлия Михайловна, смотрел на нее так, взял, поднял и говорит, как вы думаете, у меня в другой раз получится? Я говорю, конечно же, Вова, у тебя получится даже лучше в следующий раз. Потому что мы считаем, что этот опыт, когда ребенок через труд что-то сделал, он просто навсегда сам останется. Неважно, побывал он 2-3 раза в мастерской или 10 раз, но он вообще не забудет этого. И когда он в следующий раз может попасть в сложную ситуацию, у него будет какая-то ниточка надежды, что где-то есть возможность все-таки выйти из сложной ситуации, где-то есть что-то светлое, теплое, надежное, как результат твоего труда. Потому что ведь в наших мастерских мы, ребят, состыковываем именно с людьми, с мастерами, помимо педагогов, я упомянула, у которых либо свой бизнес, либо они состоялись в этой профессии. Они очень любят это дело, хобби. И они общаются в ход занятия. И не просто преподают, и сделают так, то сделают то-то. Дети передают реальные какие-то ценные вещи, лайфхаки в мастерстве, да, и просто общение наставничество у нас организуется очень плотное в процессе этих занятий. И ребята, конечно, не забудут такие вроки. Мы видим это. Вы какой конкурс выиграли? Федеральный или региональный? Это фонд перед детских грантов. Самый главный грантовый конкурс страны. Это федеральный. Мы победили среди 10 тысяч с лишним заявок. Наша заявка вошла в одну тысячу победителей. Первого конкурса 23-го года фонда президентских грантов. Юлия Михайловна, а на вторую заявку пойдете? В чем сложности? Да, мы знаем, что даже в сентябре уже стартует конкурс. Мы готовимся ко второму. Тоже хотим продолжать как и этот проект, так и есть идеи многих других проектов. Поэтому мы готовимся. А перечислите просто, что бы вы хотели получить, выиграв конкурс? В следующем проекте мы хотим расширить работу мастерских и непосредственно работу швейной мастерской. Потому что вот сейчас мы закупили только машинки и швейное оборудование. Но даже когда я делаю фотографии отчетные, то если смотреть, то можно увидеть, что ребята у меня сидят на стульях, на которых, ну, они прям вот едва достают до машинки там, скажем, не стоя на них, не подпрыгивая, да. Но стулья у нас такие, что они там шатаются с ним взрослые. Просто не садятся из ресторана не совсем, чтобы могут стулья развалиться. И вот нам бы очень хотелось этот кабинет оснастить в мебели. И сделать так, чтобы сейчас там комфортно заниматься трем деткам, одним педагогом, а очень стремятся туда больше, хотя бы пять попасть. И у нас прям очередь образуется на занятия. И хочется просто организовать помещение кабинета, чтобы возможно было вот с пятером заниматься. Кажется, масштаб такой небольшой, наверное, в рамках проекта, то, что там не три ребенка будут заниматься, а пять человек. Но на самом деле для нас это серьезное увеличение будет, когда пять ребят смогут проходить одновременно в мастерскую. Юлия Кувшинова из Димитровграда рассказала о мастерской, которая появилась в детском реабилитационном центре «Радуга» благодаря победе в конкурсе Федерального фонда президентских грантов. Это лишний раз свидетельствует о том, что интересные и полезные для общества проекты обязательно получат государственную поддержку. Радио России. Ульяновск. Спорт. Легкая атлетика. Легкоатлетка из Ульяновска завоевала награды 4-й всероссийской летней спартакиады. В городе Салават Республики Башкортостан завершились соревнования по спорту глухих. Легкая атлетика в рамках 4-й всероссийской летней спартакиады инвалидов. В них принимали участие 140 представителей из 22 субъектов России. Анастасия Филюшкина завоевала бронзу в беге на 100 метров и серебро в беге на 200 метров. Молодец! Спортивное ориентирование. На днях в Нижнем Новгороде состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивному ориентированию. Ульяновские ориентировщики стали победителями и призерами окружных соревнований. Чемпионат мира среди мастеров Тренер из Димитровграда стал призером чемпионата мира среди мастеров. На днях в Казахстане прошел чемпионат мира по самбо среди мастеров. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных стран. Ульяновскую область в составе сборной России представляли димитровградские тренеры Олег Плисов и Роман Чебаков. Олег Плисов завоевал серебряную медаль весовой категории 71 килограмм. Роман Чебаков вошел в десятку сильнейших спортсменов весовой категории 79 килограммов. Поздравляем! Желаем не останавливаться на достигнутом. Всегда двигаться вперед и быть примером для подрастающего поколения. Греко-римская борьба. Олег Мурев, серебро, и Кирилл Глушенков, бронза, поднялись на пьедестал почета на турнире во Владимире. Турнир проходил в рамках всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Шахматы. Ульяновская шахматистка Валерия Клейменова стала второй на этапе всероссийских соревнований. Поздравляем! Кудо. Ульяновская сборная по Кудо стала третьей на Кубке России. В минувшую субботу в городе Иваново состоялся 16-й Кубок России по Кудо среди мужчин и женщин. Соревнования состоялись во Дворце игровых видов спорта и собрали сильнейших спортсменов со всей страны. По итогам упорных поединков в личном первенстве наши спортсмены завоевали золото Владислав Тимиров. Второе место Тимофей Жеребцов и Ирина Целищева. Третье место Дмитрий Назаров. Молодцы! Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить. И чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Что означает слово «блокбастер» и при чем тут Вторая мировая война? Словари определяют блокбастер как фильм, рассчитанный на массовую аудиторию и имеющий наибольший кассовый сбор. Разберемся с его происхождением. Значение английского «блокбастер» – мощная фугасная бомба. Буквально – разрушитель кварталов. Блок – квартал, баст – разрушать. Слово появилось во время Второй мировой войны и использовалось по своему прямому назначению. После войны оно попало в театральный мир, где блокбастерами стали называть успешные постановки, то есть спектакли, которые производили эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас в русском языке блокбастером можно назвать высокобюджетный и коммерчески успешный фильм любого жанра. В английском его значение шире. Там блокбастер – это любой коммерчески успешный продукт. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. Вкусно и полезно. Каким должно быть питание осенью? Вроде уже не жарко, но еще и не холодно. Но все равно дома, когда отопительный сезон еще не начался, любое похолодание, даже такое, как сейчас, мягкое, чувствительно. Хочется и потеплее одеться, и съесть чего-нибудь горяченького. Во многих странах традиционно считается, что горячие блюда или горячий напиток помогают согреться и должны быть включены в каждый основной прием пищи поздней осенью и зимой. Особенно полезны горячие первые блюда – супы, овощные, вегетарианские, с добавлением круп, произведенных из цельного зерна. В них сравнительно немного килокалорий, но зато много клетчатки и других полезных веществ. Заправлять первые блюда рекомендуется растительными маслами, преимущественно холодного джима, добавляя их в уже готовые блюда. Растительные масла холодного джима являются прекрасным источником ненасыщенных жирных кислот и витаминов, которые благотворно влияют на уровень холестерина и повышают иммунитет. А вот потребление насыщенных жиров, жирные сорта мяса, птица, копчености, колбасные изделия следует ограничить. В том числе это относится к жирным наваристым бульонам и супам. Даже здоровым людям рекомендуется варить первые блюда на вторичных бульонах из маложирных сортов мяса или птицы и отдавать предпочтение супам на овощном отваре. Согреться также помогут теплые напитки с добавлением свежих или сушеных ягод, ароматных трав, пряностей, имбиря, аниса, гвоздейки, кардамона и лимона. Главное не добавлять алкоголь и сахар, от которых лучше отказаться совсем. При отсутствии противопоказаний можно положить немного мёда. На прогулку по осеннему парку возьмите с собой чистую воду, она лучше всего утоляет жажду. Именно за счёт питьевой воды должна восполняться основная потеря жидкости в нашем организме. Поэтому держите воду под рукой и дома, и на работе, и конечно же при занятии спортом. А если на прогулке нужно будет согреться, можно взять с собой термос с чаем или другим горячим питьём. Но необходимо помнить, что пряные, а тем более сладкие напитки, плохо утоляют жажду. Разделение рациона питания по сезонам в современном мегаполисе, когда свежие овощи и фрукты на прилавках магазинов есть круглый год, не всегда является оправданным. Наш рацион должен быть максимально разнообразным. Организм следует обеспечивать белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами в необходимом количестве и соотношении. Для этого необходимо употреблять продукты животного происхождения. Это нежирные сорта мяса, птицы, цыплёнок, индейка, кролик, рыбу, молочные и кисломолочные продукты с пониженной жирностью и яйцем. Также позаботитесь о том, чтобы в вашем рационе ежедневно было не менее 400 грамм различных овощей и фруктов, источников клетчатки, минеральных веществ и витаминов. Обратите внимание на яркие овощи, фрукты и ягоды, богатые полезными веществами. Особенно легко это сделать осенью, традиционный для нас период сбор урожая. Например, природными источниками антиоксидантов, витаминов С и А и других полезных веществ являются сезонные тыква, брокколи, морковь, белокочанная цветная капуста, лук, чеснок, клюква, брусника, яблоки, сливы и цитрусовые. Как раз пригодятся дачные заготовки, потому что можно использовать замороженные и сушёные овощи. А от солений и маринадов лучше отказаться, поскольку эти продукты содержат большое количество пищевой соли, чрезмерное употребление которой приводит к повышению артериального давления и сердечно-сосудистым заболеваниям. В качестве источника медленных углеводов выбирайте хлеб, хлопья, крупы и макаронные изделия из цельного зерна. Они не только обеспечат энергией в течение длительного времени, но и содержат необходимые нам витамины и клетчатку. При этом рекомендуется ограничить потребление продуктов из рафинированной белой муки и рафинированных круп, особенно в сладкой выпечке, а также сахара, кондитерских изделий и сладких напитков, в том числе газированных. Очень важное значение имеет также соблюдение определенного режима. Три основные приема пищи, которые можно дополнить двумя небольшими перекусами в день. Осень – прекрасное время для здорового питания, вкусного, разнообразного и полезного. Вы слушали врача Регионального центра общественного здоровья Лилию Кириллину. Будьте здоровы! Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Якузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Продолжение следует...